9 апреля в школах города Рязани началась выдача продуктовых наборов детям, которые имеют право на льготное питание. Выдача производится с соблюдением всех требований санитарных норм и правил поведения в период действия ограничительных мероприятий. Начиная с сегодняшнего дня, порядка 9,5 тысяч школьников города Рязани будут получать продуктовые наборы или сухие пайки. Сухие пайки предоставят детям, которые нуждаются в социальной поддержке. Их получат дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети-сироты. Питание предоставляется из расчета стоимости школьного обеда – 95 рублей в день. Продуктовый пакет рассчитан сразу на 5 учебных дней. В продуктовом наборе около 5 килограмм. Здесь находятся те продукты, из которых практически готовятся школьные обеды. Сок, тушенка, йогурт, молоко для каши, крупы рисовая, пшеная и гречневая. В содержание пакета для учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников школы-интерната отличается. Последние получают продукты из расчета пятиразового питания. Так, в наборы для учащихся общеобразовательных учреждений входят крупы, три вида по одной упаковке, консервы, одна банка тушенки, один йогурт, литр молока и две баночки сока по 200 миллилитров. Для воспитанников школы-интерната продуктовые комплекты включают три вида круп, макаронные изделия, консервы, две банки тушенки, две банки рыбных, одна банка овощных, две банки молочных, один литр молока, витаминизированное молоко, йогурт, сок, растительное масло, сушки и кондитерский батончик. Выдача продуктовых наборов организована на территории школ. Каждый четверг и пятницу с 8 часов утра до 19 часов вечера родители могут приехать и забрать продукты. Я получила для детей второй и девятый класс. Но я думаю, они все равно в любом случае пригодятся. Все то, что употребляется ежедневно. У нас трое детей учатся первый, четвертый и седьмой класс. Мне кажется, полезно, весьма приятно получить. Я думаю, что это будет поддержка для многодетных семей тем более. Выдавая наборы, сотрудники учли все необходимые меры предосторожности. Сегодня погода позволила организовать пункт для родителей прямо на улице. В 14-й школе поступили именно так. А в 15-й пакеты отдают через окошко. Приходящих родителей просят соблюдать дистанцию 2 метра. После каждого посетителя происходит обработка пункта. Родители с пониманием относятся к данной ситуации. Соблюдают требования, которые им объясняли. То есть при себе бить маску, перчатки. И также мы выполняем требования санитарной обработки. У нас есть дезинфицирующие средства, в котором после каждого посетителя мы обрабатываем поверхность, стола и ручки. В 14-й школе в течение четверга и пятницы продуктовые наборы получат 173 ребенка. В 15-й – 110 детей. С родителями, которые за своими наборами в установленное время не придут, свяжутся и обсудят варианты передачи пакетов. Выдача сухпайков будет действовать на весь период дистанционного обучения. Продолжение следует...